В Литве по подозрению в убийстве и военной атаке против мирного населения прямо на границе задержан полковник в отставке Юрий Мель. Он стал одним из обвиняемых по делу о событиях январской ночи 1991 года. Тогда на улицах Вильнюса погибли больше 10 человек. Всего в списке обвиняемых 80. Алексей Шанёв продолжит. Надежда Мель уже больше недели не имеет никакой связи с мужем. Полковника в отставке Юрия Меля задержали на границе с Литвой по обвинению в убийстве, нанесению ранений и военной атаке против мирного населения. В ночь на 13 января 1991 года. После 48 часов задержания было проведено судебное заседание и литовская сторона вынесла решение о его задержании на 3 месяца для уточнения всех обстоятельств. Надежда Мель уверена, что её муж ни в чём не виновен, осознаваться ему не в чём. В Генеральной прокуратуре Литвы считают, что Юрий Мель сделал по зданию Дома печати несколько выстрелов из танка. Я броняную звоначил движение, как понял, приём. На улицах Вильнюса в январе 1991 года было полно военной техники. Её стягивали к зданиям радио, телевидения и Дома печати. В ночь на 13 января у этих объектов уже собрались несколько тысяч человек. Правительство Литвы призвало жителей города защитить новую власть. И мы дошли до Сполдос-Румы, Дома печати. И там посмотрели, очень много народа было. Два танка ехали, третий стоял. И народ стал кричать в это время. Убили, убили. Очень был крик много, никакие патриоты. Были подростки, которые там были пьяные, прыгали, пели, ругались. Той ночью погибли 13 мирных граждан и один сотрудник КГБ, больше тысячи раненых. В штурме участвовали несколько армейских подразделений. В списке обвиняемых 80 человек, офицеры и партийные работники. Сейчас они граждане России, Белоруссии, Украины и в Литве не живут. За время следствия Генеральная прокуратура Литвы направила около 80 просьб о правовой помощи своим коллегам в России, Белоруссии и Украине, чтобы вручить подозреваемым документы, опросить их, ознакомить с подозрениями и предложить им добровольно явиться в Литву и участвовать в процессах. В России выдавать своих граждан не спешат, ведь тогда все эти люди были военными и выполняли приказы своего командования, а значит никакого преступления не совершали. Многие даже не знают, что обвиняются по пяти статьям Литовского уголовного кодекса. Им грозит пожизненное заключение. Одним из них был Юрий Мель. Сейчас пол области Калининградский этих офицеров, которые служили в республиках Литва, Эстония и Латвия. То есть у нас для очень многих семей в Калининграде на сей день является такая возможность, что люди, выехав куда-то за границу, просто не вернутся домой. Остальные 77 человек пока на свободе. При въезде на территорию Прибалтийского государства им грозит арест. В Генеральной прокуратуре Литвы готовят так называемые европейские ордера. Если их подпишут, то обвиняемых по делу о событиях 13 января смогут задержать в любой стране Евросоюза.